Когда в Казани благоустроят речной порт? Сам по себе это интересный объект, это один из первых объектов губернизма. Повторится ли аномальное лето 2021 года? Почти 23 градуса, средняя температура оказалась за 3 месяца. Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии Берлинской больницы Тоба Иосифа. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. Исполняется 9 лет с начала круглосуточного вещания телеканала Универ ТВ. Сегодня эти выпуски новостей в прямом эфире развлекательной и научно-познавательной передачи и базовая площадка практики для студентов Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. На данный момент Универ ТВ вещает не только в Татарстане, но и в других субъектах Российской Федерации. А также для русскоязычного зрителя за рубежом. В исполкоме Казани прошла презентация новой концепции благоустройства территории речного порта. Но стоит ли верить вылизанным макетам? В чем действительно нуждаются казанцы? И какую часть истории стоит оставить неприкосновенной при реновации? Разберемся вместе с экспертом Казанского университета. Умирающая промзона хрущевской эпохи, в которую превратилась территория Казанского речного порта, вновь подвергается нападкам архитекторов. Благоустроить эстетически неблагополучный район пытались и местные, и иностранные специалисты. В 2015 году две малазийские компании предложили открыть южнее порта финансово-деловой центр Казан-Сити и отдать часть пространства под коммерческую застройку. Как грамотно использовать территорию на берегу реки и учесть интересы жителей? Это такое общественное рекреационное пространство, которое требует осмысления. Я думаю, на сегодняшний день это осмысление продолжается. И, наверное, вдоль такого ресурса, река, как Волга, лучше располагать все-таки жилье. Чтобы там, во-первых, были всегда люди, не только временно к офису приезжали, а все-таки комфортно именно для жизни человека местным. Сегодня 247 гектар земли отпугивают местных жителей бездорожьем и запахом нечистот. Но, по словам главного архитектора Казани Ильсиар Тухватулиной, скоро все должно измениться. На прошедшей в исполкоме презентации нового проекта застройки она рассказала, как будет выглядеть речной порт будущего. Благоустроенная набережная длиной 9 километров, около 1 миллиона квадратных метров жилой застройки, две школы на 2000 мест и новые детсады. Какую часть истории стоит оставить неприкосновенной при зачистке пространства? Если мы все-таки возрождаем речной порт, либо мы должны думать, какие функции туда еще внедрить, дополнительные, чтобы объект жил, либо восстанавливать судоходство, речной порт, продумать, как этот объект будет действовать в зимний период. Сам по себе это интересный объект. Это один из первых объектов набернизма. Это объект первого татарского архитектора Гайнудинова. И с этой точки зрения, конечно, он имеет большую ценность. Немедленную реновацию осложняют аварийные здания и количество собственников. Их на территории речного порта 146. Как сообщили в мэрии, обсуждение концепции будет проходить еженедельно в режиме рабочего штаба. Сроки благоустройства района остаются неизвестными. Ариадна Кугушева, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета состояла встреча ректора ГФУ Ильшата Гафурова с делегацией корпорации «Синергия». Обсуждался вопрос развития эффективного сотрудничества в области реализации совместных образовательных программ. В Казани стартовал форум «Россия – спортивная держава». Наша съемочная группа побывала на открытии и первом дне. Мы видим интерес и благодарны за поддержку международному спортивному сообществу. Президенты главных, я бы так сказал, международных федераций сегодня с нами. И еще раз с их стороны было подтверждено, что Россия продолжает оставаться активным и очень надежным партнером мирового спорта. Такое международное сотрудничество – это отдельный блок этой встречи, но он очень важен для нас, потому что мы сверяем часы с другими федерациями. Мы видим, как развивается спорт, и Россия должна здесь занимать достойное место. Более подробный сюжет с форума смотрите в одном из следующих выпусков. Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений в России. В чем причина такой аномальной жары? Стоит ли нам ждать такое же лето в следующем году? Именно с такими вопросами наша редакция обратилась к экологам из Казанского федерального университета. В июне 2021 года в Москве зафиксировали абсолютный температурный рекорд – 34,8 градуса Цельсия. А в начале июля температура в столице, как и во многих других регионах России, снова перевалилась за 30 градусов. Многие эксперты называют лето 2021 года аномальным. И для этого есть целый ряд причин. Во-первых, ключевую роль в климатических условиях сыграл антициклон, который навис над европейской частью нашей страны. С Арктики на протяжении нескольких недель не поступали холодные ветра. И из-за этого над Поволжьем и соседними регионами образовался тепловой купол. Во-вторых, в этом году сразу в нескольких крупных регионах России были масштабные пожары. В Подмосковье горели торфяники. Помимо повышения температуры от пламени, важно отметить и выброс большого количества углерода в атмосферу вследствие горения болотных местностей. Не обошлось и без ежегодных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Рядом с Республикой Татарстан пострадали Республика Мордовия, Мариэл и несколько районов Башкирии. Ситуация была настолько тревожной, что во многих регионах вводили режим чрезвычайной ситуации. Почти 23 градуса средняя температура оказалась за три месяца. И особенно здесь выделяется август. В августе с 18 по 22 августа были температурные рекорды за эти 200 лет. И август оказался теплее июня. Обычно бывает июнь первого месяца, где-то там солнца больше, теплее августа. Аномалия летнего сезона 2021 года заключается не только в сильной засухе центральных и дальневосточных регионов. Пока в некоторых местах люди страдали от жары и духоты, южные регионы буквально тонули из-за обилия осадков. Температура в редких случаях поднималась выше 20 градусов Цельсия. Аномалия нынешнего лета – это снежный ком из сразу нескольких обстоятельств. Циркуляция атмосферы, пожары, масштабные выбросы углекислого газа. Однако есть и хорошие прогнозы на следующий год. Климат меняется в арифметической прогрессии в очень редких случаях. Ожидать лютых холодов тоже не стоит. На примере лета 2011 года, после масштабной засухи и смога 2010 года, можно предположить, что средняя температура в следующем году будет стабилизироваться. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. 9 сентября исполняет 193 года со дня рождения великого писателя Льва Толстого. Его имя тесно связано с историей Казанского университета. Лев Толстой пополнил его студенческие ряды в 1844 году. Сегодня его имя носит Высшая школа русской и зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет посетил главный врач отделения хирургии Берлинской больницы Святого Иосифа Ферас Альзаин. А цель эквизита в нашем следующем сюжете. В рамках визита в Казанский федеральный университет гость посетил научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Хирургу продемонстрировали поликлинику, операционный блок, включая реанимацию и палаты различных отделений. Я очень приятно удивлен, насколько этот центр хорошо оснащен, несмотря на то, что он довольно небольшой. Я думаю, что гораздо важнее исходить с понятия качества, а не количества. Исходя из того, какое качество предлагается здесь пациентам, это самый высокий технологический уровень. Сотрудничество с ведущими иностранными специалистами – одна из основных задач центра с его основания. Как отмечает главный врач и заместитель директора центра Иван Киясов, гость из Берлина как раз специализируется в той сфере нейрохирургии, которая очень важна в работе центра. У нас есть отделение нейрореабилитации, где мы работаем со спинальными больными. И, к сожалению, ряд операций мы до текущего момента не можем проводить на своей базе по определенному ряду причин. Часть этих причин исчезнет, и с октября-ноября этого года мы планируем замкнуть цикл и проводить операцию у себя. У нас есть высококвалифицированный хирург, который может это все делать, но, тем не менее, с лидером мировым общаться и дружить, и работать в одном направлении было бы здорово и надежнее. В завершении встречи Феррас Альзаин пожелал коллегам успеха и отметил, что научно-клинический центр КФУ – это настоящее ядро развития медицины в Казани. Диана Жилинкова, Хафиз Гараев, Универньюз. Два студента из Казанского федерального университета стали обладателями грантов молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга. Они представили проекты в сфере экологии и дизайна. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok